Белокурих Белокурих Валду взяла кусок железа и начала бить. И получилось изделие-подсвечник. Какой-то был азарт, в глазах огонь, и все методом пробы и ошибок. Белокурих Прежде чем открыть музей истории быта Кузнечного Ремеславной Белецкой, в Белокурихе, на Алтае, пришлось поездить по городам России, поучаствовать в различных мероприятиях, фестивалях, ярмарках. И пришла такая идея, почему бы не создать такую локацию, площадку, куда бы могли приезжать наши замечательные туристы, гости Алтайского края. Вообще гости к нам приезжают со всей России, начиная от Камчатки, от Владивостока, заканчивая югом нашей России. Были у нас гости из Европы, это Германия, Италия, Испания, Латвия, Соединенные Штаты Америки. Когда приезжают гости, они говорят, такая настолько сильная энергетика, что нам просто не хочется уходить. И это самый важный для нас, для меня отзыв. Пандемия. Наш музей отдыхал, восполнялся силами, огород, сад. Тоже было такое ощущение, что деревья, растения подустали от такого наплыва людей. Я это называю такой сон. Но что в плане бизнеса, конечно, это были трудности, это нехватка денег, это оплата налогов, это пережили, ничего страшного. Потихонечку, потихонечку встали на ноги. Не бывает так, что все мягко, все гладко. Это жизнь, всего лишь жизнь. Перепады настроения какие-то. Все это бывает. Это моя жизнь, это моя любовь, это какой-то отрезок из моей жизни, самый такой запоминающийся, на мой взгляд. И это действительно середина прожитого пути. То есть получается, вот я начала заниматься, мне было где-то 28-29 лет. У меня был, знаете, случай, когда я проработала в Кузнице год, и меня, так сказать, мягко выставили на улицу. То есть в этот момент у меня вот все в моей голове смешалось, а что дальше? Вот действительно тогда был момент, а что дальше? Куда идти? Что делать? И ты начинаешь заново этот путь. Но я благодарю все равно этому опыту, этому человеку. Вообще надо благодарить и идти вперед только.